Всем приветики! Сегодня я хочу рассказать о парфюмерии. Я немножечко ещё сама не определилась, честно говоря, с темой этого видео, но одна девушка в комментариях как-то попросила меня рассказать про парфюмерию, а я только этого и ждала на самом деле, потому что у меня за два года, что я не вела канал, появилась ещё одна обсессия парфюмерная. В принципе, несложно было догадаться, что косметика и парфюмерия, они идут рукооб руку, и рано или поздно меня и там прихватят. Поэтому у меня так разрослась коллекция духов, можно сказать, и сегодня я хочу, наверное, всё-таки рассказать про парфюмы, которые, как мне кажется, сейчас, в такой прям разгар весны, там уже, можно сказать, почти закат, наиболее, мне кажется, подходящие по настроению, по вайбу, скажем так, которые нравятся мне. Правда, здесь есть одна такая поправочка, что у меня была, ну и частично есть такая идея, сделать свой маленький парфюмерный магазинчик нараспик, поэтому я покупала некоторые парфюмы, скорее не по велению прям сердца, сколько по велению того, что это нравится общественности. И поэтому у меня вот некоторые такие экземпляры есть. По крайней мере, то, что мне прям вообще не нравится, в сегодняшнем видео я показывать не буду. Видео я построю, наверное, таким образом, что расскажу сначала про нишевые парфюмы, потом про люксовые, которые я также очень люблю, ценю, уважаю, но, к сожалению, на люкс сейчас очень большие цены, поэтому, ну, даже не знаю, вероятно, ниши сейчас покупать даже выгоднее, если знать где. Ну и в конце немножечко так, мини-аналоги люкса. И начну я с вот такого парфюма. Это Richard Mason de Parfum by Chocolat. Я думаю, что этот парфюм, те, кто как-то интересуется парфюмерией, да и не очень, в принципе, знаком многим. Это, наверное, парфюм, который, в принципе, популярен за счёт того, что он и одновременно такой сладенький, цветочный, и немножечко фруктовый, и что-то тут от шоколадки присутствует. Но я бы не сказала, что это прям выраженный какой-то белый шоколад, и хотя его относят к гурманским, на мой взгляд, это не прям гурманский аромат. Здесь есть какая-то такая сливочность, но я не чувствую здесь как такового шоколада. В принципе, белый шоколад, он сам по себе не особо-то шоколад, поэтому это, наверное, логично. Более какие-то наглядные ассоциации у меня с этим парфюмом появились, когда я попробовала во вкус вилле вафли с белым шоколадом и апельсином. Ну, точнее, это апельсиновый вафли с белым шоколадом. И вот я их ела, ела, и потом в один момент поняла, что они мне напоминают вот этот парфюм, потому что здесь есть что-то такое немножечко цитрусово-сладенькое, немножечко сливочное, и вот прям если бы этот парфюм был в вафли, это были бы вафли апельсиновые с вкусовым шоколадом. А сейчас я зачитаю пирамиду. На фрагрантике этот парфюм определяют в основном как сладкий, потом цветочный, ванильный, шоколад и пудровый. Ну да, можно сказать, кстати, что он немножечко такой пудровый. И верхние ноты это у нас мандарин, мускатный орех, ну вот как раз-таки та апельсинка из вафельки. Средние ноты белый шоколад, ваниль, базовые ноты цветок вишни, цветок мандаля, цвет персика и мимоза. В принципе, я не могу сказать, что это какой-то шедевральный аромат. То есть, когда я его покупала вообще вслепую, потому что были очень хорошие отзывы. И когда я его получила, я немножко такая, ну вот это очень популярно. Сейчас, когда началась такая вот тёплая погода, даже не такая прям, как сейчас, сейчас уже прям вообще теплота конкретная, чуть-чуть уже начинала такая весна наступать, которая, можно сказать, нормальная весна, а не вот это вот слякоть унынее. И вот когда вот этот вот весенний уже мотив начал вступать в свои права, я почему-то вспомнила про эти духи. В основном это просто очень приятный парфюм. У меня здесь какой-то такой претенциозный, мне кажется, концепции из серии, что вот это прям вот ни у кого. Вы будете такая одна. Это что-то там очень говорит много о твоём невероятно сложном характере. Нет, скорее это просто такой приятный женственный парфюм, немножечко такой, как говорят в английском, флирти, но как это на русском сказать, флиртующий. Ну типа такой, скажем, кокетничий, покекетничий. Чувствую, что я Моника Белочи. Мне хочется кокетничить. Ну, покекечничить. Ну, кокетство. Пококечничить. Кокетнический такой парфюм, ну, в общем, девичий. Он не такой, кстати говоря, шоколадный, как у Ватар Коллекшн есть Crystal Love. Там как-то вот более выражен шоколад конкретно. Я прям его чувствую больше. Здесь вот именно больше такая вот сливочная, молочная, лактонная нотка, которая просто делает этот аромат нежнее, более обволакивающим. Шоколадом от вас, сникерсами, печеньками пахнуть, мне кажется, не будет. В общем, он позитивный, жизнерадостный. Когда вот только-только наступает весна, у меня, по крайней мере, сразу настроение вверх. И вот как раз-таки, когда хочется это настроение поддерживать, вот этот аромат прекрасно подойдёт. Так, дальше у меня идёт BDK Cream Decor. Я не знаю, как читать это. Наверное, это, ну, Cream Decor. Cream Decor. Cream Decor. Я не знаю. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Переводится так, как кремовая кожа. Жалко, что эти парфюмы, к сожалению, нельзя у нас где-то потестировать. Насколько я знаю, даже в Москве. Даже в Москве. Ну, реально я нигде не видела, что были тестеры. Как-то, по-моему, в Beauty Free я где-то видела. Но, по-моему, брать оттуда. Вот. У меня этот парфюм в формате тестера. Вот. В общем, я этот парфюм заказывала уже больше по белению сердца, потому что я прям обожаю кожаные, замышевые парфюмы. У меня их не так много. Можно сказать, что вот это и ещё один кожаный, и, наверное, всё. Здесь, правда, замыши не так чувствуются, как я ожидала, когда я заказывала этот парфюм. Я, опять же, его в Санку заказывала. Обожаю это делать. Он мне очень-очень понравился. И он такой меднозначный в плане своего раскрытия. Он сначала один, потом другой. Мне он больше всего нравится, когда он прям вот уже через часочек раскрылся. Как определяют эти духи на фрагрантике? Первое, почему-то здесь у нас идёт мускусный, потом пудровый, потом кожный, потом древесный, потом цитрусовый, сладкий, ванильный, фруктовый. В общем, честно говоря, я вообще удивилась, когда увидела здесь мускусный как определение. Ну-ка ещё раз. Ну, даже, наверное, его распылю, чтобы как-то... Ну, не знаю, мне он не пахнет мускусом. Я просто очень чувствительна, на самом деле, к мускусу. И мне не все мускусы нравятся. Не то, чтобы я вообще их не люблю, но бывает такое, что мне реально от них плохо, как и у большинства людей, мне кажется. И здесь я его не чувствую. У меня как раз-таки в самом начале я больше чувствую какие-то цитрусовые ноты. Насколько я знаю, там в начале у нас ананас идёт. Сейчас мы проверим. И вот я как-то больше ананас чувствую. Сейчас я эти базовые ноты. Да, ананасы, гребпфрут, мандарин, бергамот, верхние ноты. Потом средние ноты белая замша. Сандал, розовый перец. Просто перец. Кашмиран, ваниль, белый мускус, серый мускус, берёза. Даже берёзы сюда запихнули. Уж что, что я не ожидала. Ну вот, да, вначале я больше чувствую какие-то такие цитрусовые ноты больше. И вот ананас здесь тоже. Я сначала его не замечала, но потом заметила. Но он такой, не как консервированный ананас. То есть это вообще не сладкий парфюм. Ну да, его здесь, по-моему, и не определяют как сладкий. В начале, по крайней мере, он точно не сладкий. Ну да, где-то в середине его определили как сладкий. Вот он сначала какой-то такой суховатый, как будто бы засушенный какой-то ананас, как по мне. Потом есть вот эта вот такая терпкость немножко грейпфрута, мне кажется. Или бергамота. Я, честно говоря, не особо их различаю. Если так по правде говорить, надо как-то потом разобраться. Но вот есть вот эта вот такая горчинка какая-то цитрусовая. И чуть-чуть чувствуется замуж. Но она прямо настолько слегка чувствуется, что я даже не ожидала, что настолько она будет призрачной. Потому что вот вышла относительно недавно у одного бренда. Я, наверное, что-то вставлю. Что-то там, от Banks. Забыла, какое первое слово. Purple Suede. Вот пурпурная кожа. Вот там прямо пахнет конкретно замуж, как я и ожидала. Я думала, что здесь вот будет что-то подобное. Мне вот очень нравится этот парфюм. Purple Suede. Но это совершенно другое. Вот это BDK. И, в принципе, так даже интереснее, если по правде. Потому что там прям пахнет замуж. И ты такая, ну да, здесь все так очень необычно. В общем, потом через какое-то время все больше начинает чувствоваться замуж. Но она прям вот настолько не какая-то вонючая кожаная, как описала, конечно, потрясающая. Тут еще парфюмерный блогер. Ну, в общем, нет вот этой вот какой-то резиновой составляющей, как бывают некоторые кожаные. Но это больше на кожаные ароматы, так важно, когда идет указано, как кожа нота, а не замша. Замша она такая все-таки чуть-чуть понежней. Ну вот. И еще очень, мне кажется, хорошо чувствуется здесь перец. Не знаю, уж розовый перец или просто перец, который здесь указан. Ну, тут и розовый перец, и перец. Вот прям вот эта перчинка, она чувствуется. А мне, кстати, нравится, когда в парфюмах есть нота перца, особенно розового. И все это так вот необычно сливается. Но раскрытие так мне не особо прям невероятно нравится. Но немножко как будто бы унесексовое даже за счет вот этой вот терпкости, немножечко горчиночки, немножечко перчиночки. И там вот эта кожа, и как-то вот непонятно. Но потом проходит полчаса где-то, ну даже уже сейчас я чувствую, и он начинает быть вот больше кремовым. Немножко может быть за счет ванильки. Ну, в общем, он чуть-чуть становится более сладкий, и он такой сразу изысканный. Надо сказать, что это профиль не для тех, кто хочет пахнуть бабочками, цветочками, там вот это все. Потому что он такой более изысканный, статусный. Не люблю этот эпитет, но дорогой. Ты прям чувствуешь себя как будто бы немножечко... Немножечко... My name is Bella Hadid. Белла, блин! Немножечко жена миллионера. Смесь такой новой вещи какой-то, дорогой сумки, и как будто бы очень дорогой уход для тела. Вот у вас какая-то классная кожная сумка. Там, не знаю, баклкорс, допустим, и какое-нибудь классное осентое тело. И вот вы все такая вот идиотия. Вроде бы как ничего особенного, но пахнет просто суперклассно. Так, следующий у нас экспонат – это Монталь. Кто бы думал. Мне кажется, уже никто не ожидал, что я покажу Монталь, потому что мода на них немножко прошла. Но мне на самом деле нравится много у них парфюмов. Rose Elixir, я уже, наверное, сказала. В общем, если коротко, то это такой склон Мисс Диор Шери, вот этот вот, который был в 2011 году что-ли выпущен. У меня был такой парфюм в школе, когда я была в восьмом классе. Мне безумно жалко, что его больше не выпускают, потому что, как по мне, это был один из самых удачных версий Мисс Диор. Ну, что-то там типа ноты шампанского было, попкорна, что-то там роза, что-то вот такое там было. На самом деле этот парфюм действительно очень похож на него, но менее сладкий. Мне кажется, он более свежий. Но в шлейфе они очень похожи в базе своей, потому что у меня осталась эта маленькая баночка еще с тех времен. У меня с Диор я понюхала, помню, вот эту крышечку. И вот они пахнут одинаково как-то, мне кажется. Но, к сожалению, когда ты это только наносишь, ты понимаешь, что разница есть, но они похожи. Ну, короче, где-то они похожи, наверное, процентов на 70. В любом случае лучше, чем ничего. Но это такой достаточно классический аромат розы. Если вы думаете, что Ролл Лис Маск и Ролл Лис Эликсир хоть как-то похожи, нет, они вообще никак не похожи. Здесь все-таки эта крышка меня, конечно, выдержала. Упаковка царская. Ну, ладно, надо сказать, Монталь не самая дорогая ниша, поэтому... Зато их удобно брать с собой. Она очень легкая, эта упаковка. Ну, в общем, сейчас мы куда-нибудь шикнем. Да, тут еще, кстати, есть клубника, я сейчас шикнула, забыла. Да, здесь есть клубника. И, в общем, они такие розовые, клубничные. И я как будто бы еще чувствую зеленый чай. Здесь его нет, насколько я помню, в пирамиде. Но я прям чувствую эту свежесть какого-то зеленого чая или белого чая. В общем, что-то такое чайное. И есть такая приятная терпкость. То есть это тоже, можно сказать, не сладкий парфюм. Он скорее цветочный, цветочно-свежий и немножечко фруктовый. Вообще он очень классный. Мне кажется, это недооцененный Монталь. И надо сказать, что они ужасно шлейфовые. Просто невероятно. Вот что-то я не говорю про технические характеристики парфюма. Первые ноты, верхние ноты, точнее, роза, клубника, лист клубники, мускус, цитруса, пачули, жасмин. Да, пачули здесь очень чувствуется. Вот, точно, вот эта вот терпкость. Но пачули приятные, не какие-то такие мрачные. Это, наверное, у нас средние ноты, африканские апельсиновые цветы ваниль. И амбра, танжерин, в бассейне. Я вообще советую, конечно, потестировать это в магазинах, все. Но вот именно, кстати, роза-ликсеры я не так часто вижу в офлайн магазинах, но иногда попадают. В золотом яблоке я видела, в ремкоше. Поэтому, если есть возможность, попробуйте. Так, дальше покажу вот такую красоту. Боже мой, это у нас Gritty Tutu Extracted Parfum. Насколько я помню, это итальянский бренд. Ну, конечно, упаковка это просто что-то невероятно красивое. У меня с этим парфюмом такая ситуация была, что я вообще хотела заказать Tutu Blanc. То же самое, только в белом. Запах, на самом деле, очень похожий. Но я ошиблась и заказала просто Tutu. Не стала от него отказываться, потому что, насколько я помню, сначала это был аромат, который выпущен был тиражом специально, там, то ли тысячи экземпляров. Ну, каким-то, в общем, очень ограниченным тиражом. И я подумала, ну, что я буду от него отказываться, правильно? Сейчас он вроде выпущен в постоянной коллекции, поэтому не должно быть каких-то проблем с тем, чтобы его приобрести. Ну, и тем более, что запах в целом похож на Tutu Blanc, только мне кажется, что здесь меньше какой-то кокосовой составляющей, что мне, на самом деле, нравилось в Tutu Blanc. Здесь больше такой малинки, чего-то фруктового, клубничка здесь, по-моему, тоже есть, сейчас посмотрим. И вообще по отзывам говорят, что люди, которые не переносят Tutu Blanc за то, что очень сильно чувствуют, там тоже мускус, здесь его чувствуют меньше. Хотя, опять же, суперчувствительные люди к этому компоненту и здесь его чувствуют. Ну, опять же, я его не чувствую, я его себе нанесла вот тут на руку. Ну, как бы, если здесь и есть мускус, я скорее его чувствую, но меня не раздражает никак, он, на мой взгляд, добавляет к какой-то свежести только больше этому аромату, потому что если бы его не было, наверное, он был бы совсем сладкий. Итак, если читать описание, опять же, на фрагрантике, фруктовый, ванильный, сладкий, пудровый, мускусный, кокосовый, розовый, цитрусовый, лактонный. Кокос здесь тоже, кстати, есть, верхняя нота, кокос, яблотка, грейпфрут, лист, черной смородины, средняя нота, гелиотроп, роза, жасмин, базовые ноты, мускус, младельная, ваниль, амбра. Ну, сейчас у меня уже, наверное, базовые ноты звучат. И, да, малинка, ванилька и амбра, я вот чувствую, мускус, ну, так. Вот. И кокос, на самом деле, который в базовых нотах, мне кажется, он всё ещё есть тоже здесь, потому что, ну, вот, он такой немножечко какой-то лактонный, тоже сливочный, и, мне кажется, это из-за кокоса. Так, пришлось отвлечься, потому что, что бы вы думали. Так, вернёмся к аромату. В общем, да, если говорить про какие-то, опять же, ассоциации, многие его сравнивают с таким зефиром малиновым, и вот, да, что-то такое имеется определённо. Но он, опять же, не супер какой-то гурманский, это, скорее, такие просто отдалённые ассоциации, и они чем-то по настроению своему похожи с Ричард Уайт чоколадом. Шоколад. Короче, белый шоколад. Потому что они оба такие какие-то сливочные немножечко. Ну, здесь вот вроде кокоса нет, но здесь, вероятно, за счёт, наверное, гелиотропа, вот такой немножечко сливочного белого шоколада, здесь же за счёт кокоса. Но здесь больше ягодности, малинки. Те, кто любит что-то такое прям сладкое, сливочно-воздушное, но он определённо позитивный, ягодный, весенний. Вот. Ну, возможно, на более прохладную весну он прям идеально подойдёт. Сейчас уже чуть-чуть жарковато, но тоже нормально. Я вообще, я помню, в июне пшикалась в Москве, и тоже хорошо было. Потому что в Москве у нас как бы погода не то чтобы сильно жаркая, даже в июне. Дальше я два парфюма объединю в одну категорию. Это вот эти знаменитые зарко-парфюм молекулы, розовая молекула и фиолетовая молекула. Я вообще изначально приобрела фиолетовую, потому что она мне больше понравилась по своему звучанию в магазине. Тем более она более сладкая, более ванильная. Ну, потому что там три ноты, по-моему, ваниль, петахая и сандал. Я люблю больше сладкие ароматы, то есть я прям ничего против них не имею. Но потом у меня с ним как-то отношения не слишком сложились, потому что, видимо, для меня он слишком сладкий. Хотя бывают ароматы, которые прям суперсъедобные, которые прям очень кондитерские. Сладкие мне от них неплохо. А вот именно от этого, если я чуть-чуть переборщу, это всё. Я буду ненавидеть себя за то, что я им шикнула всю свою жизнь, пока он не выкатрится. Но, тем не менее, вот когда я его нюхаю из флакончика, он мне так нравится. У него такое какое-то звучание симпатичное. То есть он вроде бы и сладкий, а вроде бы что-то в нём такое есть необычное, скажем. Какая-то такая тропическая нотка. На самом деле многие его любят и с удовольствием пользуются. Возможно, я просто была травмирована этим случаем, что я его отлила в мини-версию с пластмассовой крышечкой. И потом я начала понимать, что вот этот вот пылевизатор пластмассовый, он как-то даёт какой-то запашок противный. Очень противный. Я до сих пор, когда его шипаю, точнее нюхаю, вспоминаю вот этот вот оттенок неприятный какого-то запаха. И потом до меня дошло, что это всё из-за этого пластикового пузырька. Поэтому я очень советую, если вы делаете от Леванта, всё-таки делать это в пылевизатор, точнее делать это от Леванта, где пылевизатор металлический. Потому что тогда не будет каких-то посторонних запахов. Может, сразу его и не будет, но через какое-то время он начинает чувствоваться. И, в общем, он мне испортил все вообще ассоциации от этого парфюма. Потому что я им пшикалась, я чувствовала этот запах, и мне прям тошнило. Потом я догадалась, что это всё из-за того, что посторонний запах, потому что отсюда запах поприятней. И мне стало лучше, но всё равно вот это вот на подкорке осталось. В общем, я чуть-чуть себя случайно травмировала. Ну, розовая молекула, она мне казалась менее какой-то выдающейся, поэтому я её не приобретала. Но потом всё-таки приобрела опять же, потому что я хотела делать парфюмерный магазин. И этот аромат у нас чуть ли не в самых топах продаж. И в итоге он для меня оказался более носибельным. Он мне чем-то напоминает Крым. Я не знаю, вот именно лето в Крыму, когда все собираются за каким-то столом на улице. Если есть какие-нибудь частные дома или дачи. Почему-то у меня такие ассоциации. Там вот есть обычно наград на прутьях, вот в какой-нибудь беседке. Вот почему-то у меня вот эти вот воспоминания есть. В общем, он такой более свежий, более терпкий, более звонкий. Так, вот если читать про розовую молекулу. Верхняя нота шампанское, абрикос, чёрная бузина, чёрная опхидея. Наверное, мне кажется, здесь вот абрикос я чувствую. Ага, да. Потому что у меня вообще почему-то все персики, всё абрикосовое. Очень ассоциируется с летом и с Крымом. У меня вот любые вообще химические персики, не химические, натуральные. Поэтому, наверное, вот это отсюда идёт. И чёрная бузина. Потом базовые ноты взбитые сливки, чёрное дерево и махагами. Вот здесь есть взбитые сливки вроде как, которые я отчаянно пытаюсь каждый раз услышать. Но для меня я не могу сказать, что это что-то сливочно-лохтомное. Всё-таки это вот именно больше свежий такой, немножечко остренький, немножечко терпкий, немножечко сладенький аромат. И от него совершенно не тошнит. Как, например, вот от этого, собственно, который мне изначально понравился больше. Верхние ноты магнолия, белая орхидея, полевые цветы, что-то новенькое для меня вообще. Мадагаскарская ваниль, сандал мускус. А где петахая? Вот тут даже есть фотография у меня на телефоне, где он с петахаевой лежит. Почему её здесь не написали? Ну, в общем, петахая там тоже присутствует. Это я точно знаю, она и даёт эту вот прям тропическую нотку, которая делает этот парфюм, собственно, немножечко таким необычным. Если, опять же, вы спокойно переносите сладкие ароматы, они для вас, мне кажется, оба будут весенним, отличным вариантом. Так, следующий у нас будет парфюм уже из категории люкса. Но я его буду показывать, потому что он один из самых моих любимых в категории люкса. Хоть я его не часто ношу, потому что, опять же, мне бывает плохо, но аромат просто божественный, потрясающий. И если бы это была ниша, мне кажется, все бы такие, ну да, это ниша, потому что он так и пахнет. Он продаётся в Литуаль, по крайней мере, в офлайн-магазинах. Это вот единственное место, где я его видела в Литуале. Ну и в интернет-магазинах. В принципе, в Литуале, учитывая, что там часто какие-то есть промокоды, скидки, он будет под адекватный достаточно сне. Поэтому я его показывала. Мне, к сожалению, только 10 мл, надо было брать стул. Мне кажется, мне хочется его задублить, потому что я безумно боюсь, что этот аромат пропадёт. В общем, основные аккорды. Белые цветы, ванильный, кокосовый, древесный, цитрусовый, сладкий, свежий. Ну, свежий, конечно, они погорячились. Итак, верхние ноты Нероли, зелёное яблоко, итальянский мандарин, средние ноты, жасмин, кокос, цветок апельсина, базовые ноты, ваниль, кашемировое дерево, кетер. Да, ну, как-то так вот по пирамиде, собственно, непонятно, что он такой цветочный. В общем, он, мне кажется, отлично подойдёт уже до весну. Но если вы снова спокойно переносите более сладкие ароматы, которые немножечко такие сливочные снова, потому что здесь есть кокос, который вот эту вот какую-то кремовость, сливочность и придаёт, собственно. По большому счёту, это, да, бело-цветочный аромат. Я не чувствую здесь особо зелёного яблока, апельсина, чувствую Нероли, мне кажется. Нероли, ванилька. Ну, Нероли вначале у нас идёт цветок апельсина, по-моему, тоже. А вообще этот аромат очень похож на Армании, из их вот этой вот Prevee, как-то там называется. В общем, такой супердорогой линейки. По-моему, Рушмалахит. Причём, никто особо не говорит об этом. Я только однажды в рубежном Ютубе увидела, что одна женщина такая, боже мой, они похожи. Я такая, да, ну хоть кто-то об этом сказал, потому что на самом деле они правда очень похожи. У меня вот уже на тот момент были эти духи. И помню, я пробовала Рушмалахит, говорю, боже, и думаю, так, что-то вот он мне напоминает. И я такая, блин, это же, это же Дочи Габбана. И, как оказалось, да, хоть кто-то с этим, ну, в зарубежном Ютубе согласился. Ну, в общем, кто-то тоже до этой мысли дошёл, что меня немножечко убедило в том, что я не сошла с ума. И действительно, это просто очень похоже на приватную, приватную линейку Армании. Ну, в общем, их вот эту вот супердорогую линейку Армании. Мне кажется, что он не только, правда, на весну подойдёт, ну, и на зиму, ну, и на осень. Я его вообще больше прохладное время года, честно говоря, ношу. Его вообще кто-то советует летом носить. Я согласна, что здесь за счёт этой нотки кокоса есть вот это вот ощущение какой-то пляжности, такого и чего-то летнего. Немножко вот это вот, как там всё время, везде, где есть кокос, в других сравнивают с кремом от загара. Несмотря на то, что здесь есть кокос, и это вроде как характерно для парфюмов, которые выпускаются летом и не позиционируются как летние, ну, я бы его летом носить точно бы не смогла, потому что это слишком сладко, слишком как-то вот белоцветочно. Но вот весной, московской особенно, вполне себе ещё можно позволить. Если бы я его могла носить летом, я бы носила. Он по настроению подходит на любое время года, как по мне. И ещё одни и последние духи, которые я покажу из люксой категории, это Герлен, Мон Герлен, самая обычная классическая версия, хотя мне ещё нравится версия интенс, потому что там ещё больше лаванды. Я очень люблю лаванду, поэтому я люблю эти духи, логично. Ну, здесь она как-то так чувствуется больше вначале, потом она уже становится более пудровой, и что-то это уже напоминает немножечко так присыпку Джонсон Бэйби с лавандой. Была у меня такая одна. Но это так, только мои личные ассоциации. Это не пахнет присыпкой, если что. Это очень расслабляющий такой аромат за счёт, наверное, лаванды. И в нём есть вот такая вот чуть-чуть какая-то травянистая нотка вначале. Она жалко потом быстро уходит. Но именно когда я вот ей пшикаюсь вначале, мне очень нравится это раскрытие. Ах, что-то такое. Тарвинистая, немножечко тоже терпкая, и потом вот эта лаванда. Ну, боже, обожаю, обожаю эти духи. Я их купила, по-моему, весной, и я, по-моему, пшикнулась ими. Я шла по улице, солнце светило, травка зелёненькая. И, наверное, с тех пор у меня ассоциация с этим парфюмом весеннее. Хотя они, опять же, мне кажется, универсальные. Это и зимой, и летом, и осенью. Но вот именно весной это прям самое топ. Боже, я так люблю этот аромат. Так, теперь ноты. Верхние ноты лаванды, бергамот. Да, наверное, вот этот вот, потому что я имела травянистая и такое чуть-чуть терпкая. Это вот из-за бергамота и лаванды. Ну, то, что тут лаванда была, это я так знала. Но вот не могла понять, что там второе ещё. Потом у нас идёт средние ноты. Ирис, жасмин, самбак, роза. И базовые ноты ваниль, кумарин, австралийский сандал. Лакричник, бензин, пачули. Ну да, пачули немножечко так тоже чувствуется, но не так, конечно, как здесь. Здесь прям пачули-пачули такие. Здесь они такие более нежные. Когда я жила в другом месте, в Москве, в Астаранском бульваре, я ходила к одной девушке делать маникюр и вместе там подружились за все 4 года, что мы общались. И я помню, что она тоже как-то пришла, от неё пахло вот герлен, монгерлен. Я такая, это что, монгерлен? Она такая, да. И так он расслабляет. Я такая, да. Расслабляет нам, психам, это полезно. Очень. Не случайно у этого парфюма много поклонников. Так, ну и немножечко аналогов и люкса. От бренда Synonym. Это Quentin 02, к оригинальным. Это у нас аналог De Ligne. Парфюм с De Marley. Я просто эти духи уже, наверное, хочу третий год. И всё у меня не получается их как-то купить, потому что я покупаю что-то другое. И в итоге я подумала, ну, почему бы не взять вот эти, потому что говорили, что они достаточно похожи. Они правда похожи на оригинальную версию, именно которая не эксклюзив, которая более сладкая. У меня, кстати, вот эксклюзив версия есть от Levante. Ну, уже почти даже закончилась. И, наверное, она мне даже больше понравилась. Я теперь уже не знаю даже, если я буду покупать какую-нибудь, лучше взять. Наверное, эксклюзив. Но вот это очень похоже на именно оригинальную версию. Здесь даже есть вот эта нотка, о которой все говорили, что она немножко мешает. Но я такая, что за нотка? И теперь я поняла, кажется, что за нотка. Очень резкая. И иногда она меня раздражает, иногда нет. Но суть в чём? В том, что это очень похожий на оригинал парфюм. У них приятная тоже такая упаковочка. Если что, это не реклама, на всякий случай. Я сама это всё покупала. Я так достаточно хорошо пользуюсь. Поэтому, что тут сказать? Делина сама по себе отличный весенний парфюм. Но у меня как бы вот его немножечко более бюджетный заменитель. Если вам тоже не очень хочется тратить столько денег на парфюм, то можете присмотреться вот к этому. Вообще стойкость у них достаточно неплохая. Не как у парфюма De Marley, понятное дело. Стойкость часов, наверное, 6. Ну, на одежде точно 6. Вот на одежде очень хорошо. Они держатся на одежде, на волосах. На коже не так хорошо. Ну, короче, где-то 6 часов, 6-7 на одежде, будем так говорить. На коже, не могу даже сказать, индивидуально. Будем говорить индивидуально. За нормальные деньги достаточно приличный парфюм. И по техническим характеристикам, и по, собственно, тому, что он похож на своего неповторимого оригинала. Ну, собственно, надо пару слов о самом парфюме сказать, я забыла. Это больше такой розовый парфюм. Здесь у нас чувствуется личи, кстати, очень тоже хорошо, как и в оригинальном парфюме. В общем, роза, личи. И вот он такой свеженький, приятненький. Особенно, когда его распыляешь. Мне нужно 15 парфюмов. И вот он такой немножечко розовый, немножечко кисленький, немножечко свеженький. Прям очень классный парфюм. И он такой немножечко при этом сладкий, но в меру сладкий, снова хочу сказать. Прям настоящая весна. И напоследок покажу вот такие две бутылочки. Это мне прислали на мой, так сказать, обзор бренд PD Paris. Ну, можно сказать, это что-то типа вот бренда Synonym. Тоже делают похожие по звучанию ароматы на оригинал. У меня здесь два аромата. Один Balde Freak, по-моему, который от By Red. И второй Killian Good Girl Gun Bat. Я решила взять два аромата, которые мне хорошо известны. Ну, я вообще сразу хочу сказать, что вот эти упаковки, это, ну, немножечко не очень. Потому что, ну, всё-таки, понятное дело, что бюджетный очень парфюм. И даже синоним подороже. Но когда ты покупаешь парфюм, ну, вот я насколько поняла, 30 миллилитров, там стоит около 750 рублей. Ну, вряд ли ты будешь ожидать какую-то невероятную стойкость от этих парфюмов. И, скорее всего, тебе придётся их брать с собой, чтобы как-то обновлять. И вот, ну, как вот это доставать где-то, чтобы обновлять. В общем, вот такая вот у меня была сегодня парфюмерная подборка. Надеюсь, вам было интересно. Будете всё смотреть. Оставляйте ваши комментарии, какие вы считаете парфюмы идеально подходящие на весну. Может быть, у вас есть какие-то упомянутые парфюмы, у вас есть какое-то своё мнение на этот счёт. Мне будет интересно почитать. Потому что, на самом деле, я одно время прям даже больше смотрела парфюмерных блогеров и читала комментарии под их видео, чем косметические. И мне вот как-то в один момент косметика вообще вот настолько надоела. А прям я только и смотрела, что описание ароматов. И, на самом деле, я могу говорить об этом всём вечно. Потому что парфюмы – это как-то немножко более сложно в какой-то степени, чем макияж. Это больше про какие-то ассоциации, про образы. В общем, здесь всё гораздо многограннее. Обсудить здесь явно будет что. Также, если что, хочу вам сказать, что у меня все мои парфюмы, которые имеются, я их с удовольствием готова распить с вами, друзья. Вот, поэтому, если вас интересует какой-то аромат, то пишите. Также, кстати, и насчёт полноразмерного флакона могу помочь найти какие-то ароматы. Если что, знайте. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.